Высуньте язык, Персис. Скажите «А». Еще раз. Спасибо. Вас никогда не интересовало, как проходит медосмотр? И почему сегодня, когда медицина так развита, доктора по-прежнему стучат молоточком по коленке и просят сказать «А»? И вообще, зачем они это делают? Вам никогда не приходило в голову, что медицинский осмотр человека можно сравнить с техосмотром автомобиля. В ходе техосмотра механик проверяет рабочее состояние вашей машины. Колеса, пары, тормоза и электрические системы. А во время медосмотра врач проверяет основные функции вашего организма. Проходите, Персис. Спасибо. Как и механик, доктор начинает с визуального осмотра пациента. Пока вы болтаете о погоде и теребите край своего халата, врач отмечает вашу нервозность, наблюдает координацию, осанку. Даже состояние вашей кожи может быть признаком скрытых проблем. Во время осмотра доктор обязательно проверит ваше горло. Не увеличены ли миндалины, нет ли там слизи или других признаков инфекции. Но почему он просит сказать «А»? Откройте рот пошире. Врач не может хорошенько рассмотреть горло пациента, потому что оно закрыто язычком. Видите? Вон он, в глубине ротовой полости. Скажите «А». Когда вы тянете «А», язычок приподнимается и открывает прекрасный обзор вашего горла. Механик продолжает внешний осмотр машины, проверяет давление шин, а доктор берет в руки отоскоп, прибор, который позволяет заглянуть внутрь вашего уха. Если ухо внутри распухло или там есть водянистое выделение, это может быть признаком инфекции. Затем врач просит вас проследить взглядом за карандашом. Однако в этот момент он проверяет вовсе не зрение. Таким образом доктор проверяет работу мышц, контролирующих движение глаз. Если вы с трудом следите за движением карандаша, это сигнал о серьезных проблемах, например, о мозговых нарушениях. Доктор способен осмотреть ваше горло, уши, глаза визуально. Но как оценить состояние внутренних органов? Вот это несколько сложнее. При техосмотре, чтобы выявить неполадки, механик просто открывает капот и заглядывает внутрь. Но доктору, как вы понимаете, приподнять ваш капот сложнее. Он мог бы это сделать на операционном столе. Но согласитесь, для рядовой проверки это уж слишком. Чтобы узнать, как обстоят дела в вашем организме, врач прибегает к менее радикальным способам. Первый способ – перкуссия, когда доктор с помощью выстукивания проверяет состояние внутренних органов. Персис, вы не могли бы выпрямиться и слегка повернуться? Замечательно. Я немного постучу по вашей спине. Когда по телу, например, по спине или по животу стучат, вибрация проходит внутрь, и возникает определенный звук. Вы делаете то же самое, когда выбираете фрукты на рынке. Когда вы стучите по дыне, четкий звук означает, что она зрелая и сочная. Приглушенный звук – это намек на то, что дыня, возможно, засохла, и вам не захочется ее есть. Если какой-то орган человека увеличен или в легких скопилась жидкость, звук тоже изменится. Следующий способ – пальпация. Руками или пальцами доктор исследует состояние вашей печени, мочевого пузыря, селезенки. При пальпации можно определить необычную припухлость или чувствительную зону, которая требует внимания. Самая важная часть автомобиля – мотор. Прислушиваясь к работе двигателя, опытный механик может поставить ему диагноз по одному только звуку. Мотор человека – это сердце и легкие. Подобно механику, доктор стремится обследовать их, не разбирая пациента на части. Ему помогает в этом стетоскоп. Слушая сердце, доктор надеется уловить здоровый звук тук-тук. Это означает, что клапаны вашего сердца открываются и закрываются. Кровь, поступающая в сердце, собирается в двух желудочках. Когда они полны, клапаны закрываются. Отсюда звук. Когда кровь выбрасывается из сердца, закрываются два других клапана. Дышите, пожалуйста, глубже. Легкие доктор обследует так же, как и сердце. При вдохе и выдохе доктор должен услышать глубокий чистый звук, означающий правильное прохождение воздуха. Прерывистый булькающий звук укажет на наличие жидкости в легких. Это признак болезни. При техосмотре важным пунктом является проверка электрической системы автомобиля. В нас нет электрических проводов, зато есть нервы, которые проводят сигналы по нашему телу. Как врач проверяет нашу электрическую систему? Многим из вас знаком этот инструмент. Молоточек для изучения рефлексов. Когда врач ударяет по колену молоточком, он проверяет ваши рефлексы. То есть, фактически, в вашу нервную систему. В отличие от других участков тела, ваша нога в данный момент движется рефлекторно, непроизвольно. Ваше сознание в этом не участвует. Когда вас ударяют по коленке, сигнал бежит к позвоночнику, а оттуда обратно к коленке, активизируя мышцы, которые толкают ногу вперед. Если цепь нарушена, сигнал, идущий к коленке, будет искажен. Нога отреагирует либо слишком быстро, либо слишком медленно, в зависимости от типа нарушения. Итак, медицинский осмотр – это полная проверка вашего организма. Используя различные методы, доктор может эффективно обследовать вас как снаружи, так и изнутри. Ну, как я? Что ж, Персис, в целом вы здоровы. Еще один маленький нюанс. Понятно. Измерить температуру? Ну, не совсем. Пытливые умы.